Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях начальник государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия Николай Иванов. Николай Семенович, я вас приветствую. Здравствуйте. Зима уже практически вступила в свои права и, как правило, зачастую случается так, что причиной пожара становятся обогреватели, которыми люди пытаются согреться в зимний период времени. Скажите, пожалуйста, какую работу в этом плане проводит ваша служба во избежание? Да, вы все правильно сказали. Наступлением холодов мы фиксируем резкое увеличение количества техногенных пожаров в жилом секторе и на других объектах народного хозяйства нашей Республики. Конечно, это большая беда для каждого гражданина потерять все в одно мгновение в результате данного пожара. Противопожарная служба в этом отношении работу, конечно, организовывает в соответствии со всеми требованиями нормативных актов, как федеральной составляющей, так и республиканских нормативно-правовых актов. Ежегодно в сентябре месяц проводят операции жилища. Привлекаем мы не только наших командный состав пожарных отрядов, но и инспекторов по профилактике пожаров и весь личный состав, который свободен от несения службы в боевых караулах. 65% от всего количества пожаров происходит у нас именно в объектах жилого сектора. Жилой сектор – это многоквартирные жилые дома, частные жилые дома и гаражи и бани, к сожалению. То есть вы проводите беседы или проверки на предмет нарушения в проводке? Да, профилактическая работа включает в себя это разъяснение о проведении индивидуально, конечно, в отношении каждого гражданина, своего субъекта, своего жилого дома. Конечно, жилой сектор – это святое, без разрешения хозяев наши работники не имеют права туда заходить, ну и проверять. Но большинство граждан, конечно, навстречу и идут, и когда наши работники приходят, представляют о том, что они пришли с профилактической целью. Конечно, допускают до своих объектов, вовнутрь квартиры, в жилых домов пускают. Конечно, сейчас идет активная газификация, соответственно, наметанный глаз как инспектора по профилактике, так и наших огнеборцев, конечно, выявляет очень много недостатков, которые хозяева в течение свободного времени, конечно, могут устранить, тем самым предотвратить возможные пожары. Скажите, пожалуйста, насколько действенны такие меры, особенно в тех районах, где люди до сих пор еще пользуются печным отоплением? И есть ли какая-то статистика, может быть, больше там происходит пожаров именно у людей? Значит, ежегодно мы стараемся количество наших профилактических мероприятий увеличить. Мы также совместно с органами местного самоуправления организовываем совместные рейды, стараемся охватить больше семей, которые оказались в трудное положение в настоящее время. Ну и по объектам жизнеобеспечения, это котельные, это другие объекты со сколь быта, в праздничные дни, в выходные дни, особенно в течение декабря, января, февраля, совместно комиссионно органами местного самоуправления проводим рейды. Таких рейдов за прошлый зимний отопительный период проведено около 1900 рейдов. Скажите, а какова картина по пожарам? Значит, с начала года на территории республики Саха-Якутия, которая обслуживает государственная противопожарная служба, зарегистрировано 347 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров было на 15 ноября 392, снижение у нас 11,5% снижения. А с чем связано это снижение? То есть люди более осознательно стали относиться к своему жилью или это именно профилактическое? Да, это в том числе. И я считаю, это не только наш результат нашей противопожарной службы, но и совместная работа как органов исполнительной власти республики, так и органов местного самоуправления, сознательность граждан, ну и активная работа наших начальников пожарных частей, малочисленных пожарных частей, инструкторов по профилактике пожаров. И хочу сказать, что имеем, значит, к сожалению, 20 случаев гибели на пожарах, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, у нас количество погибших было 37 человек, снижение на 46% налицо. Если в свое жилище гражданин может не пустить сотрудника противопожарной службы, как вы сказали, то, наверное, на социальные объекты вы имеете право прийти и проверить, как там с проводками обстоят дела и так далее. Как вообще у нас в социальных объектах садиков и так далее? Марина, значит, наши работники противопожарной службы, они, конечно, не имеют полномочий полностью проверять, согласно всего списка проверяемых вопросов, как органов государственного противопожарного надзора, но так как мы расположены в 151 населенном пункте республики, и мы требуем от своих работников, чтобы, как я уже говорил, в период плановых проверок, так и внепланово ходить и, значит, не только проверять, но в основном зайти и организовать просто осмотр, можно сказать, не проверка даже, а осмотр и жилья, так и объектов соскольбыта, так и объектов жизнеобеспечения, особенно в зимнее время. Ну и, конечно, мы в основном ограничиваемся, ну, если выявили недостатки, мы ограничиваемся в основном рекомендациями в отношении хозяев жилых домов и квартир, так и руководителей объектов, которые посетили наши работники. А можно ли сказать, насколько наши вот эти вот социальные объекты соответствуют противопожарным требованиям? Ну, здесь, если объект не соответствует, то подлежит закрытию органами. Нет, ну я имею в виду, в целом, как у нас картина, то есть исполняют ли противопожарные требования? Да, можно смело сказать, что в основном руководители идут навстречу, и все рекомендации, которые им предъявили наши работники, в основном, выполняют на 90%. Мы все знаем случаи, когда в Бердегистяхе произошел пожар страшный, и малолетний ребенок погиб там. Но, по словам жителей, значит, пожарные приехали с пустым рукавом, и в итоге пожар тушили 12 часов. Как такое могло произойти? Да, к сожалению, мы имеем такую статистику, горькую статистику потери, гибели ребенка на пожаре. Здесь, конечно, мы со своей стороны разбирательство проводили, также и надзорные органы нас проверяли. И хочу сказать, что в результате проверки надзорными органами, можно сказать, что мы не доказали, но мы практически наглядно показали, что действие дежурного караула оценено было все правильно, нарушение не было выявлено. Конечно, очень много недостатков, говорит-то, в ходе таких случаев, и почти 50%, если идет отрицательная оценка действий пожарных в том или ином пожаре, в основном у нас звучит, что пожарные приехали поздно и пожарные приехали без воды. Мы это очень часто слышим. Но это не так, потому что 100% могу смело заверить, что все автоцистерны, а таких у нас 397 единиц, они стоят 151 по пожарных частях, они стоят полностью заправленные. Полностью заправлены как ГСМ, так и водой. И на случай пожара ни одна машина в пустом виде не приезжает для тушения данного пожара. А в этом конкретном случае, значит, как произошло? 12 часов тушения пожара. Значит, здесь можно сказать, что тушения пожара не было 12 часов. Ликвидация открытого огня была около 40 минут, и 100% ликвидации пожара было до около 5-6 часов. Но 12 часов такого не было. Это тоже, я считаю, что это неправильная информация. Николай Семенович, скажите, пожалуйста, насколько укомплектована Ваша служба и кадрами, и техникой? То есть справляемся ли мы? Да, как я уже сказал, мы имеем пожарные части 150 пожарных частей, у нас 45 пожарных частей и малочисленных пожарных частей 106. Количество личного состава противопожарной службы составляет 2648 человек, как я уже сказал. То есть укомплектованы, да? Да, 397 единиц автосистерн пожарных и 19 единиц автомобильных лестниц имеем. Хочу сказать, что в конце декабря 2015 года, благодаря стараниям правительства противопожарной службы республики, получило 114 единиц новых автосистерн на базе автомобиля «Урал». Это очень существенная помощь, и, соответственно, в настоящее время, вот я даже могу сказать, что результаты, которые мы сейчас имеем, это вот благодаря получению вот большого количества новой техники. Николай Семенович, в этом году противопожарная служба Якутии отметит свое 200-летие, с чем мы Вас поздравляем. Буквально 30 секунд до конца эфира. Какие мероприятия намечены по поводу даты? Мероприятий очень много, как на уровне правительства, на уровне республики, так и на уровне муниципальных образований. Хочу поблагодарить за работу, за службу наших дорогих ветеранов, которые в течение уже 50-60 лет несли службу и эстафету передали молодому поколению, ну а сейчас уже молодое поколение работает. Спасибо, спасибо. Напоминаю нашим телезрителям о том, что у нас в гостях был начальник противопожарной службы Республики Саха Якутия Николай Ифанов. Оставайтесь на нашем канале, мы обсудим все самые важные темы. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!